Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте! В студии Виктория Царева. Прямо сейчас мы расскажем о последних событиях в стране и в мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От плюс 19 до плюс 28. В странах Южной Европы установилась аномально теплая для этого сезона погода. Тариф на газ может быть снижен на 12,5%. АО «Молдова Газ» направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике запрос на пересмотр расценок на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2024 году. Сообщается в пресс-релизе предприятия. Согласно проекту расчета, средневзвешенный тариф на поставку природного газа предлагается уменьшить до 13 347 леев за тысячу кубических метров или на 12,5%. Основными факторами, обусловившими необходимость пересмотра тарифов, стало существенное снижение закупочных цен на природный газ на голландском спорте ТТФ, а также значительное уменьшение корректирующей составляющей регулируемого дохода поставщика тарифных отклонений за 2023 год. В пресс-релизе предприятия также указывается, что по законодательству УНРФ распоряжение 90 дней на рассмотрение и утверждение новых тарифов. С учетом того факта, что по законодательству УНРФ распоряжение 90 дней на рассмотрение и утверждение новых тарифов, и в этот период накапливается тариф на отклонения, подлежащие возмещению потребителю, АО «Молдова-Газ» сформировало сценарий применения тарифов в зависимости от периода их ввода в действие. Необходимо отметить, что эти сценарии учитывают корректирующую составляющую регулируемого дохода поставщика за январь-февраль, январь-март и январь-апрель 2024 года соответственно. Национальным агентствам по регламентированию в энергетике подтвердили факт получения запроса. Ведомстве отметили, что проект будет выставлен на общественные дебаты, как и предусматривает процедура, а после он будет рассмотрен на открытом заседании. Отметим, в последний раз регулятор корректировал тариф в июне прошлого года. Тогда он был снижен на 38%. В настоящее время бытовые потребители платят 18 лев 7 банов за кубометр с учетом НДС. Определенным категориям населения счета компенсируются из специального фунда правительства. В следующем отопительном сезоне правительство полностью перейдет на денежную компенсацию всех категорий бенефициаров. Об этом в эфире частного телеканала заявил министр труда и социальной защиты Алексей Бузум. По его словам, это делается для того, чтобы добиться как можно более справедливых условий, как для городских жителей, так и сельских. В интервью на частном телеканале глава профильного ведомства отметил, что стратегическое решение по переходу из компенсации в фактуре на денежную принесет значительную выгоду. Мы готовимся уже к следующему отопительному сезону. Мы перейдем полностью к денежной компенсации. Текущий сезон последний, в котором мы делаем компенсацию в фактуре. То есть вся система компенсации в зимний сезон перейдет на денежную компенсацию на уровне 100% для всех бенефициаров. Во всех странах самый эффективный способ компенсации – именно денежный. Комментируя текущую ситуацию в сфере компенсации в холодное время года, Алексей Бузу сообщил, что на декабрь прошлого года в систему «Ажуторла Контор» было подано 766 тысяч заявок. Почти все получили самые высокие степени энергоэффективности. Примерно 92% домовладений, которые получают компенсации прямо в фактуре, будут платить, например, тариф на газ в размере 12-12 леев 60 банов. То есть это от самой уязвимой до средней. На компенсации в этом отопительном сезоне правительство заложило 2 миллиарда 700 миллионов леев, а самая большая денежная компенсация на домовладение может составить в случае газа порядка 1800 леев в месяц. По всем возникающим вопросам относительно компенсации граждан просят звонить в колл-центр ведомства по номеру 08 5000. С ноября операторы обработали 86 тысяч звонков и 38 тысяч электронных писем. Министр энергетики Виктор Парликов созвал встречу с представителями Минтруда и социальной защиты, НАРЭ, теплоэнергетических компаний и экспертами отрасли. В ходе встречи чиновники попытались найти пути решения случаев, когда некоторые потребители, отключенные от централизованной системы, получали непропорциональные счета за отопление из-за проходящих через их квартиры труб. Как указывается в пресс-релизе Министерства энергетики, проблема коснулась 17 тысяч владельцев квартир в Кишиневе и порядка 4 тысяч в Бельцах. В ходе встречи выяснилось, что правовых препятствий для выплаты компенсации с момента регистрации потребителя в информсистеме энергетической уязвимости нет. Те, кто зарегистрировался с определенными ошибками, не позволившими выплатить компенсацию по степени уязвимости, могут обратиться в Минтруда и социальные защиты для исправления ошибок и перерасчета счетов задним числом. В связи с этим предприятиям энергетической отрасли предписано проявить открытость для исправления неправильных счетов фактур. Выяснилось, что существует несколько объективных факторов, породивших такую ситуацию. После изменения механизма компенсации в декабре 2023 года эти компенсации были распределены в соответствии с присвоенной категорией уязвимости и только тем, кто зарегистрировался на компенсации.gov.md. В большинстве случаев управляющие жилого дома неправильно проинформировали теплоэнергетические компании о реальной ситуации в доме. Утвержденный на РЭТ-тариф на тепловую энергию в декабре 2023 года был выше, чем в декабре 2022 года. 3 267 леев за гикокалорию по сравнению с 2854 леями за гикокалорию. В связи с этим всем потребителям, которые отапливают свои квартиры альтернативными источниками отопления, настоятельно рекомендуется зарегистрироваться на сайте компенсаций.gov.md, чтобы получить компенсацию от правительства. Те, кто зарегистрируется до 25 января, включительно смогут получить компенсацию и за январь. В то же время министр энергетики попросил компании сектора улучшить обмен данными с поставщиками электроэнергии, природного газа и управляющими жилыми домами, чтобы обеспечить большую степень справедливости в процессе выставления счетов, в том числе для тех, кто самостоятельно позаботился о теплоизоляции квартир. В Министерстве инфраструктуры отказались прокомментировать заявление Влада Филата. В четверг на частном телеканале «Лидер ЛДПМ» выступил с очередным резким заявлением в адрес бывших коллег по партии, нынешнего вице-премьера, Андрея Спыну и президента Майя Санду. И, кстати говоря об Андрее, я говорю то, что думаю и отвечаю за свои сделанные заявления. Но такое отеческое послание в его адрес. Пусть будет очень осторожным, поскольку так же, как до сих пор, Майя Санду всех приносила в жертву, чтобы удержаться на троне, принесут в жертву и его тоже. Он следующий трофей. Советница Андрея Спыну Алина Писико сообщила нам, что в Министерстве не будут комментировать заявление Влада Филата. Напомню, что 9 января в интервью на частном телеканале Спыну, комментируя резкие выпады лидера ЛДПМ в адрес молдавской власти, сказал, что не видит логики в действиях Филата. Я не хочу его судить, давать оценку его поступкам. Для меня странно то, что он делает. За соответствующие реакции относительно заявления лидера ЛДПМ Влада Филата мы обратились также в администрацию президента. Там ознакомились с нашим запросом, но к моменту выхода материала в эфир ответы так и не пришли. Напомним, что недели ранее прокуратура запросила 7 лет тюрьмы для экс-премьера Влада Филата по делу об отмывании денег. В комментарии для местного частного портала политик подчеркнул, что в основе этого дела лежит предыдущий приговор, который решением ЕСПЧ был признан несправедливым, основанным на встречах за закрытыми дверями без заслушивания свидетелей. Увеличение пропускной способности до 1100 пассажиров в час, надежности приземления самолетов, реконструкция старого терминала, дополнительной парковки и так далее. На странице Международного аэропорта Кишинева была опубликована стратегия развития главной воздушной гавани нашей страны. В то же время некоторые политики считают, что стратегия скрывает совсем другие планы. Модернизация системы инструментальной посадки от КАД-2 до КАД-3, расширение воздушной гавани через реконструкцию здания старого терминала, обустройство дополнительной парковки, модернизация стратегических электрических сетей. Тем временем председатель политической партии Коалиция за единство и благосостояние Куб Игорь Мунтяну заявил, что за презентацией стратегии развития стоят некоторые коррупционные интересы. Аэропорт, переданный в концессию на неясных условиях в 2013 году, был возвращен государству. Тяжело после 10 лет краш и грабежей, но это было сделано. Государство было обязано найти эффективный менеджмент, сохранить его и показать, что оно компетентно, взять на себя качественное управление в важнейшем авиаузле Республики Молдова. Кажется, нет. Соблазн торговаться силен и в нынешнем правительстве. Мы видим, что, видимо, запускаются схемы. И председатель либерально-демократической партии Молдовы Влад Филат считает, что в аэропорту идет битва лоббистов для получения определенной выгоды. Пока они там определятся с инвестициями в аэропорт, я вижу, что там. Пойдем так по мелочам. Там идут войны за площадью в аэропорту. Там идут войны, это видно. Это не предположение. За реакциями, насказанные политиками, наш корреспондент обратился в адрес пресс-служб Министерства инфраструктуры и регионального развития и Международного аэропорта Кишинева. Однако до момента выхода в эфир материала представители учреждений не ответили на запрос. В случае появления ответов наш канал обязуется опубликовать их в следующих выпусках новостей. В то же время пресс-секретарь правительства Даниэл Воды прокомментировал для нашего телеканала данный вопрос. К сожалению, в публичном пространстве на основе недостоверных, непопулярных источников, или которые порой не всегда ясны, люди пишут все, что хотят, и не всегда несут ответственность за то, что публикуется. То, что некоторые политики потом перенимают и используют эту информацию, мы с вами знаем, что это относится в том числе и к политической тактике некоторых персон, которые желают в этом смысле быть цитируемыми хотя бы в информационном поле. Самое важное, что любую эту информацию можно легко проверить. Но в момент, когда в публичном пространстве специально оглашается неверная информация, и она превращается в информационный блок, в некоторых случаях для политических целей, и эта информация отводит взор от сути проблемы. Возможности привлечения новых инвестиций в Республику Молдову, укрепления сотрудничества в приоритетных областях и реализации реформ, обеспечивающих благосостояние граждан, обсудил премьер-министр Дарин Рычан на встрече со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном в Будапеште. Глава венгерского правительства заявил о возможном возобновлении прямых авиарейсов Кишиню в Будапешт до конца марта текущего года, сообщает пресс-служба правительства. После встречи с президентом и премьером Венгрии Дарин Рычан и Виктор Орбан выступили с брифингом, в котором ответили продуктивный диалог между Кишиневым и Будапештом. Например, стало известно, что до конца марта венгерский лоукостер «Визаэр» планирует возобновить прямые авиарейсы по маршруту Кишинев-Будапешт. «Республика Молдова и Венгрия являются стратегическими партнерами. У нас образцовое сотрудничество в сельском хозяйстве, банковской и фармацевтической сферах. Венгрия продолжит поддерживать Молдову на пути к вступлению в ЕС». В свою очередь молдавский премьер пригласил политическое руководство и деловые круги Венгрии посетить нашу страну и приглядеться в плане условий для будущих инвестиций, поскольку здесь успешно работают более 40 ведущих венгерских компаний. «Несмотря на события в мире, товарооборот за последние два года превысил 200 миллионов евро. Есть хороший потенциал развития в сфере информационных технологий, электроники, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики и финансов». Также в рамках своего визита в Будапешт премьер Дарин Ричан вместе с главами Минсельхоза и МВД встретились с представителями молдавской диаспоры в Венгрии. Клавок обмена проинформировался отечественников об усилиях кишиневских властей по укреплению связей Молдовы с ЕС, подчеркнув важность вклада каждого гражданина в наше вступление в Евросоюз. «Я убежден, что наши люди, где бы они ни находились, интересуются тем, что происходит у нас дома и знают, с какими проблемами мы сталкиваемся. Именно поэтому одним из приоритетов правительства является налаживание более продуктивного диалога с диаспорой и вовлечение ее в процесс преобразования нашей страны». В четверг в Кишиневе состоялось открытие посольства Королевства Дания. Перед началом мероприятия глава дипломатии Республики Молдова Нику Папеску и министр иностранных дел Дании, находящийся с рабочим визитом в нашей стране, провели пресс-конференцию. По словам датского чиновника, посольство станет лучшей платформой для оказания помощи Республике Молдова на пути в Европейский Союз, а также возможностью активизировать двусторонние отношения. Нику Папеску заявил на пресс-конференции, что в последние годы Республика Молдова заметно усилила дипломатическое присутствие своих европейских партнёров в нашей стране, отметив, что открытие посольства Дании в Кишинёве позволит нам углубить позиции Молдовы в семье европейских государств. Эти новые дипломатические миссии, в том числе дипломатическая миссия Дании, которую мы открываем сегодня, позволят нам углубить закрепление Республики Молдова в семье европейских государств, чтобы мы все могли работать над тем, чтобы Республика Молдова влилась в Евросоюз. Здесь мы высоко ценим поддержку и отзывчивость Дании в этих очень важных для нашей страны процессах. Ларс Лёке Расмусен со своей стороны приветствовал решение Европейского Совета начать переговоры о вступлении Молдовы в ЕС, отметив, что это путь, требующий большой работы. Реформы, которые вы проводите в Республике Молдова, впечатляют. Я хочу поздравить вас и народ Республики Молдова с принятым в декабре решением Совета Европы о начале переговоров о вступлении. Молдова находится в довольно сложном положении, но, несмотря на эти ситуации, со многими проблемами или обстоятельствами, вы добились замечательного прогресса на пути сближения с Европейским Союзом. Это путь, который требует много работы, но, в конце концов, это также путь, который принесёт много преимуществ, и я призываю вас продолжать в том же духе. В течение 2023 года несколько стран, в том числе Нидерланды, Бельгия, Греция, Испания, открыли или скоро откроют посольство в Республике Молдова. Президент Майосанду начала консультации по организации референдума о вступлении страны в Европейский Союз. Так, в первых обсуждениях на эту тему приняли участие журналисты, эксперты гражданского общества и лидеры общественного мнения. Молдова находится на решающем этапе. Страны Европейского Союза проголосовали за начало переговоров о вступлении Молдовы в ЕС. Теперь очередь наших граждан сказать, что они хотят этого. Давайте двигаться вперед, давайте построим истинно европейскую страну, в которой царят мир, стабильность и благополучие. В пресс-релизе администрации президента уточняется, что в ближайшее время Майосанду организует еще несколько консультаций с представителями местных сообществ, гражданским обществом, представителями отрасли экономики и социально-культурной жизни. Отсутствие диалога между правящей партией и оппозицией, будь то парламентская или внепарламентская, приводит к деградации демократии в Молдове. Заявление сделал депутат блока коммунистов и социалистов Константин Старыш на одной из дискуссионных площадок в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы. Константин Старыш заявил, что любой, кто в нашей стране высказывается против ПДС, рискует или сразу подвергается прессингу со стороны спецслужб или провластной прессы. Логика этого буллинга очень простая была. Если ты критикуешь власть, то ты являешься агентом Москвы. Это абсурдная идея, но она навязывается ежедневно со стороны власти. На прошлой сессии парламентской ассамблеи, во встрече с бывшим уже председателем ПАСЭ, возникла идея организовать здесь, в Страсбурге, круглый столб, на котором присутствовали и представители власти, и представители как парламентской, так и внепарламентской оппозиции. Бывший председатель парламентской ассамблеи был готов стать модератором и своим авторитетом, как бы наладить нам этот диалог и определить границы допустимого во взаимоотношении власти и оппозиции. К огромному нашему сожалению, после долгих размышлений представители правящей партии отказались принять участие в подобного рода диалоге. В рамках дискуссионной площадки депутат Бундестага, руководитель группы «Объединенные левы» Андрей Хунка выразил крайнюю озабоченность отказом молдавской власти вести диалог с оппозицией. Я должен сказать, что я озабочен развитием событий в Молдове, так как демократическое развитие превыше всех геополитических вопросов. И досадно, что возможность провести круглый стол здесь, в Доме демократии, верховенства закона и прав человека, с председателем ассамблеи была отклонена. И это вызывает у меня беспокоенность. И я буду очень внимательно следить за развитием событий. За реакцией, насказанное Константином Старышем в рамках одной из дискуссионных площадок на парламентской ассамблее Совета Европы, наш корреспондент обратился к пресс-секретарю ПДС Адриане Влас. Она ответила, что в партии действия и солидарность не будут комментировать его заявления. В то же время отметим, что в рамках осенне-зимней сессии парламента 2023 года представители блока коммунистов и социалистов не раз подвергались критике со стороны депутатов правящей партии. Социалисты знают хорошо, что их вотум не имеет никаких шансов. Им нужно только производить заголовки новостей для их хозяев из Кремля, пудрить мозги, вводить в заблуждение народ, что молдавское правительство находится в шатком положении. И вы говорите о том, что у нас не должно быть стратегии национальной безопасности, что нам не нужно защищаться от этого криминального режима, который сегодня во главе Кремля. Вы думаете, что Республика Молдова должна стоять с руками на груди и чтобы вы их встречали с цветами и калачами, когда они будут идти по улице Штефана Челмаре? Я знаю, что вы только об этом и мечтаете. Вы являетесь пятой колонной в этой стране. Вы те, кто хочет разрушения этой страны. В 2024 году молдавский лей укрепится по отношению к евро и доллару примерно на 10% по сравнению с 2016 годом. Данные представил экономический эксперт Вячеслав Иоанница в рамках нового раунда экономического анализа. В то же время Иоанница также представил данные о том, насколько оселён лей по отношению к основным валютам региона. Так, согласно данным Вячеслава Иоанница, в 2023 году молдавский лей укрепился по отношению к 38-41 валюты, официально отслеживаемой Нацбанком. Из 41 валюты, которые представлены на официальной странице Нацбанка, по сравнению с 38-ю мы начали год сильнее. Если вы заметили, что по отношению к турецкой лире она выросла на 42%, к российскому рублю на 27%, а к белорусскому рублю на 21,7%. Против украинской гривны крепче на 11%. В то же время, по словам Вячеслава Иоанница, в течение 2023 года в Республике Молдова был зафиксирован абсолютный рекорд по продажам валюты населением. В этом году у нас абсолютный рекорд продажи валюты со стороны населения – 4,8 миллиарда долларов. Это больше всего. Предыдущий рекорд – 4,5 миллиарда в прошлом году, затем 4 миллиарда еще годом ранее. Если заметили, всегда было 3,3,5, а сейчас у нас 4,8 миллиарда. Но у нас были и валютные закупки. И так, в этом году у нас было 1,9 миллиарда покупок иностранной валюты. Из-за этого население покупало и продавало валюту, и в итоге люди от нее избавились. Или чистая продажа валюты составила 2,9 миллиарда долларов. У нас такое было только один раз в 2013 году. Согласно данным, в 2023 году, несмотря на значительный рост продаж, объем денежных переводов в иностранной валюте снизился, и у Ниццы также выступил с разъяснениями по этому поводу. Из этой разницы в 500 миллионов долларов, максимум 100 миллионов долларов – это те деньги, которые молдаване вынули из-под матрасов, как кто-то сказал. Деньги, сэкономленные в 2020, 2021 и 2022 годах, когда началась война. Но не менее 400 миллионов долларов, которые мы имеем в этой огромной разнице – это деньги, поступившие на валютный рынок от граждан Украины, приехавших в Республику Молдова. В заключении Вячеслав Юниц отметил, что в 2023 году весь валютный рынок Республики Молдова находился под сильным влиянием продаж иностранной валюты гражданами Украины, следовавшими транзитом через Республику Молдова. В пятницу в столице вручили грантовые сертификаты в рамках проекта продвижения организаций гражданского общества как партнера в развитии устойчивых социальных услуг. На мероприятии присутствовал посол ЕС в Республике Молдова Янис Мажейкс. Гражданское общество играет важную роль в трансформации молдавского общества. Именно поэтому ЕС поддерживал и будет продолжать поддерживать организации гражданского общества, в том числе действующие на местном уровне, чтобы быть как можно ближе к гражданам и местным сообществам. Таким образом, при поддержке ЕС-16 организаций гражданского общества будут развивать устойчивые социальные услуги для наиболее уязвимых граждан Республики Молдова. «Поддерживая такие инициативы, мы стремимся продвигать права человека, обеспечивать равные возможности и строить солидарное и инклюзивное общество. Только вместе и совместными усилиями мы сможем справиться с социальными проблемами». На мероприятии также присутствовал председатель Министерства труда и социальной защиты, который подчеркнул важность такого партнерства. «Мы реализовали и постоянно реализуем проекты при поддержке ЕС, при поддержке организаций гражданского общества с местными органами власти. Эти проекты действительно являются плюсом, дополнительной деятельностью к тому, что мы, центральные власти, делаем из того, что нам позволяет бюджет государства». Продолжительность реализации проекта – февраль 2023-го, январь 2026 года. Общая стоимость составляет 1 миллион 126 тысяч 849 евро. Финансируется ЕС и софинансируются тремя организациями, такими как Кейстон Молдова, фонд Дорка и Ассоциации неогуманистического образования. Национальная компания медицинского страхования перечислила аптекам около 92 миллионов леев за компенсированные лекарства и медицинские изделия, выданные в декабре 2023 года. Этими препаратами воспользовались более 194 тысяч человек. Больше всего денег, около 48 миллионов леев, было выделено на препараты, предназначенные для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в пресс-релизе. Закомпенсированные медицинские изделия Национальная компания медицинского страхования перечислила около 5,1 миллиона леев. По данным компании, около 17 тысяч человек с диабетом воспользовались медицинскими приборами для определения уровня сахара в крови. Все больше учащихся отечественных лицеев во всей красе демонстрируют остроту ума, таланты и качество полученных знаний на национальном и международном уровне. Так, хорошие новости приходят с площадок, на которых проходят Олимпиады, сезон которых стартовал сразу после Нового года. Наши ребята показывают отличные результаты и высокий уровень подготовки, заставляя гордиться ими как родителей, так и учителей. Ученики 9 класса столичного теоретического лицея «Аризонт» Валерий Осталеп и Габриэл Тома говорят, что гордятся тем, что с честью представляли Республику Молдову на Международной Олимпиаде по физике и астрономии, которая прошла недавно в Американском университете в городе Хьюстон. Для нас большая честь представлять Республику Молдова на международном уровне, и мы рады, что встретились на месте с представителями других стран. Мы были единственной европейской страной. Что касается учебного процесса, то мы не столкнулись с какими-либо трудностями, потому что это нам нравится. Это, конечно, было очень приятно, и я надеюсь, что мы уже открыли путь для большего количества школьников. Это приятное чувство, когда выходишь на сцену, и мы единственные вместе с моим коллегой, кто держит флаг Молдовы на этой Олимпиаде. К Международной Олимпиаде по физике и астрономии Копернику с молодые люди готовились около трех месяцев. Таким образом, золотые и серебряные медали, принесенные именитыми учениками, были вполне заслуженными. В 2023 году молдавские школьники привезли с международных соревнований 52 призовых места. На 7 банов подорожает бензин и на 8 дизельное топливо. Национальное агентство по регулированию в энергетике установило предельные расценки на торговлю топливом на ближайшие три дня. Таким образом, с 27 по 29 января литр бензина 95 будет стоить 23 лея 80 банов. Тот же объем дизельного топлива обойдется автовладельцам в 21 лей 71 бан. По данным ГИЧС, с начала 2024 года произошло 176 пожаров, в которых погибли 15 человек. Чтобы минимизировать случай летального исхода среди населения в результате пожаров или отравлений, пожарные спасатели провели разъяснительную работу с населением на территории всей страны. В общей сложности о рисках использования неисправных печей были проинформированы почти 76 тысяч человек. В ГИЧС напомнили, что по решению правительства собственники жилья обязаны оборудовать жилое помещение автономными оптико-электронными датчиками дыма и средствами первого вмешательства в случае пожара. С начала холодного сезона спасатели обошли около 31 тысячи домов в 1200 населенных пунктах, не только проверяя состояние печей, но и выявляя людей из группы риска. Наиболее уязвимыми являются люди, проживающие в сельской местности, вдали от районных центров, с небольшой численностью населения и находящиеся на расстоянии более 16 километров от подразделений спасательных и пожарных частей. К этой уязвимой группе относятся также мужчины в возрасте 61-80 лет безработные, одинокие или ведущие асоциальный образ жизни. Сотрудники ГИЧС призывают не оставлять без присмотра людей из группы риска и детей, а также следить за тем, чтобы обогревательные приборы эксплуатировались правильно. Людей предупредили об опасности возникновения пожара и отравления при несоблюдении правил пожарной безопасности. Таким образом, граждан призвали обратить особое внимание на работу печей, а именно проверить, что они исправны, не засорены вытяжные каналы и хорошо опроветриваются помещения. При этом печи не следует перегревать, а также опасно разжигать огонь легковоспламеняющимися жидкостями. Нельзя также оставлять одежду и мебель вблизи источников отопления. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. В штаб-квартире ООН по требованию России состоялось срочное заседание Совета Безопасности, на котором обсуждалась катастрофа российского военно-транспортного самолета близ российско-украинской границы. На встрече совбеза в Нью-Йорке российский представитель ВОН Дмитрий Полянский заявил, что самолет был сбит из комплекса ПВО западного производства, находящегося на вооружении ВСУ, хотя украинское руководство прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена. В свою очередь заместитель представителя Украины ВОН Кристина Гаевишин заявила, что Украина не была проинформирована о количестве и типе транспорта, используемого для перевозки заключенных. Уже одно это может свидетельствовать о намеренных действиях России, направленных на то, чтобы поставить под угрозу жизни и безопасность заключенных, подчеркнула она. По итогам заседания стороны так и не смогли предоставить исчерпывающих доказательств, и решения принято не было. Как мы понимаем, Россия и Украина проводят отдельные расследования инцидента, и Украина призвала к международному расследованию. Организация Объединенных Наций не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы. Власти Украины настаивают на осмотре международными независимыми экспертами места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, в результате которого, как утверждает Россия, погибли 65 украинских военнопленных. Тем временем расследование всех обстоятельств трагедии начала служба безопасности Украины. Уголовное производство открыто по статье о нарушении законов и обычаев войны, пишет «Украинская правда». Российский следственный комитет по факту крушения Ил-76 возбудил уголовное дело о теракте. Украина рассматривает возможность визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Об этом в интервью агентства Reuters заявила вице-премьер украинского правительства Ольга Стефанишина. Министры иностранных дел двух государств должны встретиться в понедельник. По словам главы Офиса президента Украины, визит Орбана может стать темой обсуждения в ходе этих переговоров. Напомним, что отношения между Киевом и Будапештом обострились из-за того, что Венгрия выступает против предоставления Украине помощи из бюджета ЕС и негативно относится к ее стремлению вступить в НАТО и Евросоюз. Президент Турции Реджеп Тайпердаган подписал решение турецкого парламента, которое ратифицирует протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Протокол опубликовали накануне вечером в официальном вестнике Турции, что означает вступление его в силу. Единственной страной НАТО, не ратифицировавшей заявку Стокгольма, остается Венгрия. Ее премьер-министр Виктор Орбан в телефонной беседе с генеральным секретарем Иенсом Столтенбергом пообещал как можно быстрее одобрить принятие Швеции в НАТО. Он не уточнил, когда именно может состояться голосование в парламенте. Следующая сессия начнется 27 февраля. Правительство Румынии одобрило три решения о дополнительной помощи фермерам, которые ранее блокировали пункты пропуска на границе с Украиной, требуя субсидий и защиты от влияния украинского импорта. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и развития села. Первое решение румынского правительства создает схему государственной помощи для уменьшения акцизного налога на дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве до конца 2024 года. На нее выделили 270 миллионов леев. Еще два решения предусматривают создание программы государственной помощи для поддержки деятельности владельцев местного скота, а также свиноводов и птицеводов. На эти программы, предназначенные для компенсации убытков из-за роста цен на корма, топливо и другие расходы фермеров, Румыния выделит 16 и более 25 миллионов евро соответственно. На прошлой неделе румынские фермеры заблокировали три КПП на границе с Украиной, что было частью более широкого протеста перевозчиков и аграриев по всей территории Румынии. Перед тем сообщалось, что правительство представило первый пакет мер для помощи фермерам и дальнобойщикам. Еврокомиссия открыла сессию «Стратегический диалог о будущем сельского хозяйства». О ней было объявлено еще в сентябре, до того, как в разных странах по всему континенту вспыхнули протесты фермеров. На фоне растущего недовольства аграрной политикой Евросоюза глава комиссии провела встречу с делегатами от 30 организаций, представляющих всю цепочку производства сельхозпродукции. Для Урсулы фон дер Ляйен это возможность обозначить стратегию развития отрасли, тем более, что уже через несколько месяцев пройдут выборы в Европарламент, передает Евроньюз. «В Европе самые полезные и качественные продукты питания. Наши фермеры ежедневно работают в условиях высокой конкуренции на мировом рынке. Вы часто являетесь наиболее уязвимым звеном в производственной цепочке. Безусловно, вы заслуживаете справедливого вознаграждения за свои труды». Это первая встреча из серии запланированных до лета. Участники обсудят доходы фермеров, стратегию устойчивого развития сектора, конкурентноспособность селекционеров и производителей. Особенно волнует вопрос экологических стандартов ЕС и конкуренции на мировом рынке. «Сегодня фермеры очень ограничены в средствах. Пора перейти от директивного подхода, который мы уже видели и который годится не для всех, к восходящему снизу вверх. Я думаю, что надо срочно увеличить финансирование, нужно больше базовой поддержки и меньше правил». Еврокомиссия признает, что за последние 10 лет Евросоюз потерял 4 миллиона ферм. Поэтому сектору жизненно необходима новая стратегия. «Это не принесет никаких решений ни завтра, ни послезавтра. Но я думаю, что это дает перспективу движения к большей ясности в отношении того, каким должно быть сельское хозяйство в 2050 году. Но я надеюсь, что рекомендации, которые должны быть выработаны, помогут следующей комиссии создать перспективы для молодых фермеров. Чтобы мы, молодые фермеры, могли выбрать продолжать работать в этом секторе или заняться другим делом, которое, может быть, будет прибыльнее и будет требовать меньше труда». В следующем месяце комиссия должна представить цели своей климатической политики на 2040 год. Эта встреча станет для фермеров первым указанием на то, в каком направлении хочет двигаться ЕС и намерено ли руководство прислушиваться к их требованиям. После нескольких месяцев борьбы за новый иммиграционный закон Франции, Конституционный совет республики отменил значительную часть спорного, ранее одобренного депутатами законопроекта, постановив, что 32 из 86 его статей не имеют достаточного законодательного обоснования. Большинство положений были упразднены на основании того, что это были поправки парламентариев, не связанные с правительственными законопроектами, и только три – из-за неконституционности. Они касаются ограничения на воссоединение семей, доступа к определенным социальным льготам для неграждан ЕС и автоматического получения французского гражданства для людей, родившихся и выросших во Франции. Конституционный совет Франции также отклонил статьи, касающиеся студенческих виз и специальных виз, выданных по состоянию здоровья. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что суд подтвердил правомощность всего правительственного текста, подчеркнув, что большинство положений было отклонено по процедурным причинам. В ольтраправой и антииммигрантской партии «Национальное объединение» решение суда напротив раскритиковали, заявив, что вопрос нужно вынести на референдум. Ранее порядка 80 тысяч человек вышли на митинги по всей Франции против нового законопроекта. Суммарно в стране прошло более 160 акций протеста. Нападения еминских хуситов на суда в Красном море оказали огромное влияние на торговлю через Суэцкий канал. Объем торговли через него упал на 42% за последние два месяца. Об этом заявил эксперт конференции ООН по торговле и развитию Ян Хоффман. По данным эксперта ООН, количество контейнеровозов, еженедельно проходящих через Суэцкий канал, сократилось на 67% по сравнению с предыдущим годом, а транзит нефти упал на 18%. На фоне обострения ситуации многие компании решили сменить направление. Вместо маршрута через Суэцкий канал они стали доставлять грузы через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР. Это дополнительные 10 дней пути в обход Африки. Кроме того, альтернативный путь несет почти миллион долларов дополнительных расходов на топливо в оба конца. А это, как прогнозируют эксперты, приведет к скачку цен для конечных потребителей. Нынешняя ситуация имеет серьезные последствия для прилегающих территорий. Хотя она не повлияет напрямую на израильско-палестинский конфликт, она все же скажется на экономике соседних стран. Сейчас через Красное море в среднем проходит 18% мировой торговли, примерно на 1 триллион долларов в год. Европа импортирует морем из стран Азии и Персидского залива, почти 15% всех товаров и сырья, около 20% мировой нефти и 25% мировой торговли с жиженным природным газом также проходит через Суэцкий канал. Для судовладельцев конфликт обернулся большими потерями. Пробки в портах, дефицит контейнеров и судов. Они меняют маршруты, теряют в доходах и повышают цены. Дошло до того, что некоторые компании приостановили производство. Такие товары, как текстиль, задерживают поставки. Компании по производству более дорогостоящих товаров, таких как химическая продукция и автомобильные запчасти, все еще придерживаются первоначального графика. Тесла уже сообщила, что из-за кризиса в Красном море две недели не будет работать завод под Берлином. Причина та же – задержки поставок комплектующих из Азии. Шведская Volvo на три дня остановила сборку машин в Бельгии, а британские ритейлеры Mark & Spencer и Nex предупредили о возможном повышении розничных цен. Однако страны Евросоюза мириться со сложившейся ситуацией не намерены, а не согласовали военную операцию в Красном море. Об этом рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Беррель. По его словам, страны ЕС пока обсудили различные варианты этой миссии, цель которой – защитить суда от нападений Хуситова из Йемена. В идеале, операция должна начаться в феврале, сообщил Беррель. Недельная блокировка Суэцкого канала тормозит рост мировой торговли в среднем на 0,3% в год, посчитали аналитики страховой компании «Альянс». Если кризис затянется, то потери составят примерно 230 миллиардов долларов в год. Шестилетний мальчик поднял тревогу в аэропорту города Бурса на севере Турции из-за угрозы терроризма. Когда маленький пассажир прошел через рамку металлодетектора, сработал сигнал тревоги. Полицейские немедленно остановили его и изъяли вещи для более тщательного осмотра. Однако проблема решилась очень быстро. В сумке оказались игрушечные пистолеты, очень похожие на настоящие. После инцидента мальчик еще немного поиграл с полицейскими и попрощался с бабушкой и дедушкой, которых он провожал в паломничество в Мекку. Окружной суд Токио приговорил к высшей мере наказания Синдзи Аоба, которого признали виновным в поджоге аниме-студии в 2019 году. В результате чего погибли 36 человек и еще 30 пострадали. Преступник сам получил сильные ожоги и более года проходил лечение. 45-летний Аоба объяснил свои действия тем, что хотел поквитаться со студией за плагиат его романом. В компании заявили, что получили роман от человека по имени Синдзи Аоба, но он не был выбран. Там подчеркнули, что его текст не использовали впоследствии для создания аниме. Защита Аоба просила его оправдать из-за психического расстройства, однако медицинская экспертиза не признала его невменяемым. Председатель КНР Си Циньпинь потребовал приложить усилия для того, чтобы не допустить повторения несчастных случаев после пожара в магазине в провинции Зянсу на востоке Китая, в результате которого погибли 39 человек. В момент пожара в здании находились десятки людей. Поскольку спастись через дверь не было никакой возможности, некоторым из находившихся внутри удалось выбраться через окно. Возгорание началось в подвале, огонь быстро распространился на первой и второй этажи. В тушении участвовали более ста пожарных. К настоящему моменту в связи с инцидентом задержаны 12 ответственных лиц. За последний год в Китае произошло несколько серьезных пожаров. Последний на прошлой неделе в школе-интернате, в результате которого погибли 13 учеников. Японское космическое агентство сообщило в четверг, что его первая лунная миссия успешно достигла крошечного участка поверхности спутника Земли, на который она была нацелена, что стало успешной демонстрацией системы точной посадки. Японский беспилотный космический аппарат Слим, прозванный лунным снайпером, за свою технологию точной посадки сел на поверхность Луны 22 января примерно в 55 метрах от цели. Однако позже, получив первые снимки, космическое агентство уточнило, что модуль уткнулся носом в грунт при посадке. Всего через три часа после прелунения он был переведен в спящий режим, чтобы сохранить заряд в аккумуляторах. Японские ученые надеются, что миссию еще удастся спасти, если изменится угол освещения и солнечный свет начнет попадать на генерирующую энергию панели. Прелунение Слим, которое в любом случае произошло, выводит Японию в пятерку стран, добившихся мягкой посадки своих аппаратов на Луну, наряду с США, бывшим СССР, Китаем и Индией. Токио надеется, что успех поможет вернуть доверие к японским космическим технологиям после ряда неудач. В апреле космический аппарат, разработанный японской компанией, разбился во время попытки посадки на Луну, а новая флагманская ракета провалила свой дебютный запуск в марте. В странах Южной Европы установилась удивительно теплая погода, не соответствующая сезону. В Испанию в последние дни наблюдаются рекордно высокие температуры. В регионах Валенсии и Мурсии столбик термометра показывает плюс 28 градусов Цельсия. В Мадриде плюс 19. Тепло принес с собой мощный антициклон, который сейчас господствует над Пиренейским полуостровом. Неожиданно ранняя весна вызвала неоднозначную реакцию. Это ужасно, потому что летом у нас очень жарко, так что нам нужно немного холода, чтобы отдохнуть. Пожалуйста. Я наслаждаюсь солнцем, который сейчас светит вовсю. Это почти похоже на весну. По другую сторону Пиренеев, во Франции люди также наслаждаются солнечными днями. В Перпенияне воздух прогрелся до 22 градусов, в Марселе плюс 20. В университете Валенсии заявили, что пока нет исследований, которые бы оценивали долгосрочную тенденцию такого типа событий. Но очевидно, что мы будем сталкиваться с подобными аномальными ситуациями все чаще и чаще. На этом выпуск завершен. Впереди вас ждет интересная развлекательная программа, фильмы и сериалы. Оставайтесь с нами. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.